Здравствуйте, друзья! С вами Макс Погорелый и программа Обман Веществ. Карантин идет, волосы растут, тела полнятся, и поэтому вопрос о том, как похудеть к лету, становится наиболее актуальным. Поэтому сегодня я расскажу вам о том, как сбросить 3-6 килограммов, ничего не меняя ни в количестве еды, ни в ее виде, и не увеличивая интенсивность тренировок. Вам нужно будет всего-навсего правильно распределить еду в течение дня, и вуаля, 3-6 килограммов за несколько недель у вас улетят. Программа Майя называется Обман Веществ отнюдь не потому, что я учу вас обманывать ваш обмен веществ, а потому, что я обучаю вас, как наиболее эффективно использовать научные знания для того, чтобы достигать ваших целей наиболее быстро и экономно. Поэтому, чтобы вы легче могли ориентироваться в процессе, я буду опираться только на научные исследования, и номер каждого научного исследования будет находиться в углу слайда, а в конце вы получите их список. При желании напишите, я вышлю вам все эти научные исследования на почту. Ну и хочу напомнить вам, что ваши лайки и подписки это ваш способ улучшать YouTube. Поэтому, если вам нравится наш канал, то ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями, и мы с вами будем встречаться чаще, и я смогу давать вам больше полезной, вкусной и интересной информации. Итак, карантин идет, люди переходят на все более вечерний режим питания, и вечерний жор становится главным семейным праздником. Зажигается костер, открывается холодильник, собираются чадо и домочадцы, и всем обильно и вкусно кушают. Что происходит при этом? К сожалению, все толстеют, потому что, как показывает наука, если вы съедаете большую часть вашей еды во второй половине дня, то вы набираете вес гораздо сильнее, чем если вы съедаете большую часть вашей еды в первой половине дня. Ну, а те, кто наедается в основном в обед, они находятся где-то там посерединке. Для того, чтобы определить, насколько именно опасно переедание вечером, или насколько полезнее кушать на завтрак, ученые провели эксперимент. Они разделили людей на две группы и кормили их абсолютно одинаковой едой, с одинаковой калорийностью, составом белков, жиров, углеводов и так далее. Только первая группа, она съедала свою еду в основном на завтраке и обед, а вторая группа съедала в основном на обед и ужин. И что мы видим? За 12 недель эксперимента люди, которые ели одинаково, потеряли веса совершенно по-разному. То есть те, кто ел в основном на ужин, они потеряли на 6 килограммов меньше, чем те, кто ел в основном на завтрак. Но они не просто потеряли веса меньше, они еще и гораздо меньше приобрели, потому что те люди, которые интенсивно и обильно завтракали, они не просто сбросили, как показывает исследование номер 2, больше веса, они еще и сбросили больше жира и при этом увеличили количество сухой мышечной массы. То есть завтрак позволяет вам еще и изменить конституцию вашего тела, то есть стать гораздо более мускулистыми. Съедание основной части вашей еды в первой половине дня позволит вам не только стать легче, стройнее, потерять больше жира и быть мускулистее, но еще и серьезно улучшит ваше здоровье. Ведь исследования показывают, что люди, которые в основном завтракают и обедают, имеют более низкий вредный холестерин, ниже давление, ниже риски сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Как же правильно распределить вашу пищу в течение дня? И есть еще один маленький пунктик, как влияет время принятия пищи на риск заболеть раком. Я расскажу через секундочку. А сейчас напомню вам, что основное, чем я занимаюсь, это расчет сбалансированного рациона. У меня есть специальная программа, которая помогает рассчитать ваш рацион по 14 параметрам полезности. И поэтому с правильным рационом вы сможете достичь ваших целей, то есть сбросить вес, набрать вес, улучшить здоровье гораздо быстрее. Для того, чтобы поддержать вас в трудные карантинные времена, я дал специальную скидку в 35% до 15 мая. Ваш омолаживающий и сторонящий рацион с карантинной скидкой стоит 39 долларов вместо 60. Получить пример и заказать рацион вы можете по ссылке, которая находится в описании к этому видео. Время окончания приема пищи влияет не только на ваш вес и на количество жировой массы, но и серьезно влияет также на риск заболеть раком. Люди, которые поздно заканчивают ужиной, то есть время между ужином и сном у них менее 2-3 часов, имеют гораздо более высокий риск заболеть раком. Женщины, в частности, раком груди, наиболее распространенным видом рака, а мужчины раком простаты, тоже наиболее распространенным видом рака у мужчин. Однако рак тоже можно обмануть. Как показывает это исследование, получасовая прогулка после еды позволяет вам ложиться гораздо раньше и при этом снизить риск рака желудка в очень существенной степени. Ну и как вы видите из этого исследования, люди, которые гуляли полчаса перед сном, уменьшали риск рака желудка в 1,5-2 раза по сравнению с теми людьми, кто ложился спать за срок менее 3 часов после еды, не погулявши. Второй важный вывод из этого исследования таков, что чем старше вы становитесь, тем выше риск рака желудка у вас, если вы не выдерживаете 3-х часовой промежуток между столом и кроватью. Причем даже прогулка, к сожалению, снижает его недостаточно. Ну и в конце давайте разберемся, как правильно распределить продукты в течение дня. Вы видите это на диаграмме и должны сейчас очень возрадоваться, потому что на самом деле вы видите, что вносить изменения нужно совсем небольшие. Но они позволят вам потерять 3-6 килограммов, как показано было в первом и втором исследовании. Итак, для того, чтобы правильно кушать, нужно на завтрак съедать приблизительно 25% вашей пищи, то есть четверть. Перекус между завтраком и обедом, если вы его делаете, должен быть где-то 1 десятая всей вашей пищи, либо можете присоединить эту еду к завтраку или к обеду. Приблизительно треть, то есть 35% еды нужно съедать в обед. Еще 10% можно съесть на полдник и где-то процентов 20 всей еды можно съесть на ужин. Если же вы съедаете 30% на ужин и всего 15% на завтрак, то соответственно набираете больше веса и увеличиваете риск различных болезней. Что ж, надеюсь я вас сегодня порадовал, вы порадуете меня вашими лайками и подпиской и я порадую вас еще раз тем, что всего за 15 долларов я дал доступ к 24 моим большим видео лекциям, которые не находятся в свободном доступе. Это 36 часов вещания, 36 часов научно обоснованной, вкусной и полезной информации. С вами был Макс Погорелый и программа Обман Веществ, на которой я обучаю вас, каким образом наиболее эффективно использовать научные знания, для того, чтобы достичь ваших целей. Всего доброго и до новых встреч. До свидания.